Привет, все мои дорогие, чудесного вечерочка! Сегодня мы хотим сделать небольшой обзор на наши новенькие покупочки два парфюма известного дома Версачи. Первый мы будем делать вдвоем с моей дочерью, Светланой. Первый, значит, Версачи Кристалл Нуар. Вот, покажи, пожалуйста, бутылочку. Вот, вот это у нас идет упаковка, вот такой упаковки. Очень красивая, да? Да, она красивая, но она бумажная такая, как бы, вот, обычная упаковка. Флакон очень красивый. Шикарный. Темный, вот с такой гравировкой идет, красивый. Теперь у нас версия такая, это туалетная водичка. Есть Версачи Кристалл Нуар парфюмерная. Это туалетная вода, 90 миллилитров. Мне кажется, это самое большее, что может быть. Теперь давай попробуем запах. Вот какой у нас запах. Запах. Ну, запах, конечно, шикарный. Я могу сказать, что сразу... Известка. Впечатление, сразу приходит впечатление. Это вечерний, на романтическое свидание, на холодную погоду. Летом он будет душить. Летом можно его только где-то на бриза, море, возле моря. Вот я его представляю где-то там вот в 11-12 час ночи, вот в такое время, если летом. На утро нет. Да и зимой, я думаю, тоже его не нанесёшь на утро. Это вечерний. Это более... Это такой восточный аромат. Это аромат вечера, аромат зимы, согревающий. Согревающий такой вот аромат на свидание. Вот я бы так его охарактеризировала. Дело в том, что в нём начальные нотки имбирь, кардамон и перец, это афродизиаки. И это, конечно же, тёплые такие ноты. Они сильные и свежие. Сильные, очень сильные. Его сердечные ноты здесь цветы апельсина, пион, гордения, кокос. И база, мускус, амбра, сандал. Ну, это, конечно, такой... Мускус, амбра, сандал. Да, имбирьно-апельсиново-кардамоновый, роскошный запах. Очень-очень шикарный. Это шлейфовый, это стойкий, это запах свидания, это запах на зиму. Да. Теперь переходим ко второму. Вот у нас Versace Porfume. Porfume Dilan Blue. Его вот никто по... Porfume это никто не называет. Все говорят Versace Dilan Blue. Это его последний аромат, то есть 2017-го. Это парфюмерная. У нас версия парфюмерная водичка и 50 миллилитров, так как это был как бы, ну, новинка. И мы подумали, что вначале мы его попробуем. Если понравится, всегда максимум можно повторить. Вот такая идёт красотища. Вот такая коробочка. Только сама коробочка чего стоит. Всё, естественно, в стиле Versace. Всё шик, блеск, красота. А вот такая подставочка идёт. Вначале идёт подставочка, она с магнитом. Здесь синее стекло, а тут бордовое стекло. Всё очень красиво, шикарно, конечно. Здесь даже не так бордовое, как какое-то винное такое. Да, винное такое. Бордо такое. Очень красиво. Винное. Здесь идёт вначале... Флакон никогда сам по себе не стоит на полке. То есть, если здесь флакон может сам по себе стоять на полке, здесь уже придумано, что вот есть подставочка с магнитом. Вот бутылочка. Навряд, что она может у вас упасть. Она вставляется сюда и очень крепко. Вот так выглядит флакон. Вот флакончик. Вот флакончик. Очень красивый, конечно. Видите, вон, как я его кручу, верчу. В один флакончик можно влюбиться. В один, да. Вот я его верчу, кручу, и он у нас не падает. Тоже он такой стойкий. И теперь сейчас давайте посмотрим главное. Какие у него ноты. Ну, он, конечно, отличается. Он отличается от Crystal Noir. Он отличается тем, что, на мой взгляд, это парфюм на утро. Это парфюм дневной, утренний. Это парфюм свежести, кислинки. Многие в нём чувствуют смородину. Многие в нём чувствуют зелёное яблочко. Многие в нём чувствуют фреш. Многие в нём чувствуют фреш, но в то же время фреш стойкий. Я думаю, конечно, этот более шлейфовый и более стойкий, но это тоже. Это дневной, а днём он и не должен утяжелять. Днём он не должен быть очень доминантный. Он красивый, приятный, нежный на каждый день. Вот вполне уместный аромат на каждый день, на мой взгляд. А вот знаешь, почему? Кислинка здесь, начальные ноты, чёрная смородина. И есть ещё яблочко, клевер, незабудка. Средние ноты. Шиповник, роза, жасмин. Вот очень хорошо чувствуется жасмин, роза. И персик. И база, древесные нотки. Это тоже хорошо чувствуется. Мускус и пачули. Это слегка такое идёт тепло такое. Но, можно сказать, цветочный, с тёплыми нотками. Мускус и пачули в конце. Очень запоминающиеся. Говорят, что это запах современной принцессы. Очень, конечно, оригинальный такой. Интересная композиция. Ну, вот наши новиночки. Мы очень рады с вами поделиться ими сегодня. Вот кому понравилось, у кого есть такие парфюмы, пожалуйста. Пишите, делитесь. Оставляйте свои комментарии. Рассказывайте, да, в комментариях. Скажите, как вы видите этот аромат. На какие случаи вы им пользуетесь. Какие ещё ароматы Versace вы можете посоветовать, и что вам нравится, и чем вы пользуетесь. Пишите, оставляйте свои комменты. Всех любим. Всем желаем чудесного, замечательного денёчка. Пока-пока. Жанна, Светлана. Bye-bye.